Этой встрече жители микрорайона 6-6А ждали с нетерпением. И все для того, чтобы не допустить возведения рядом с домом номер 136А новой многоэтажки, вокруг которой разыгрались нешуточные страсти. Основное, чего хотят жители, услышать четкую позицию районной администрации. После прямого эфира губернатора было дано поручение встретиться с жителями, с инициативными группами, для того, чтобы обсудить перспективы застройки всего микрорайона. В жаркую дискуссию вступили две непримиримые стороны. Жители нескольких домов микрорайона 6-6А, не желающие жить на стройке в течение нескольких лет, и переселенцы, ожидающие положенных квартир. Вопрос не к нам. Вопрос к администрации района. Почему, собственно говоря, меняются графики расселения людей? Нам искренне жаль этих людей. Мы видим, насколько близко стоит эта стройка. Мы понимаем, в каком отду они живут, и мы им сочувствуем. Но нельзя, нельзя путем ухудшения жизненных условий одних улучшать жизненные условия других. Кроме того, застройщик при дефиците места, потому что участок от дома Крухотый, с 2015 года пытается покуситься на нашу детскую площадку, обещая построить там какие-то пару тренажеров. Но могу сказать, что мы и так инициативу нашего дома оборудовали всю нашу площадку необходимыми тренажерами. И в этом ему откажем. Свою площадку мы ему не дадим. Ранее жители уже встречались с застройщиком по инициативе общественной палаты. Тогда обе стороны озвучили свои позиции. Согласно проекту, компания-застройщик должна была одновременно возвести три корпуса, в которые бы переселились жители из ветхого жилья. Но вмешался экономический кризис. Вы купили квартиру, мы пока оформляли документы. С железнодорогой у нас проблемы были. Пока документы подавали. Но вот это бюрократия, мы потеряли почти год. И на сегодняшний день получается, что дом этот, корпус 2, построился, а эти два корпуса не строятся. И выбывает. Сотый дом, и вот эти дома выбывают. На 23-й пока мы еще вообще не получили. Ни землю, ничего не получили. Под программу реновации микрорайона попадают 15 пятиэтажных и 8 двухэтажных домов, а также поселок БЗРИ. Вместе с тем в проблемный участок уже было вложено порядка 30 миллионов рублей. Мы не против переселения. Мы хотим, чтобы дом строили на другом, в другом месте. Чтобы администрация нашего города перерассмотрела план реконструкции микрорайона 6-6А и дала возможность застройщику и острой построить дом в другом месте. Потому что здесь очень мало места для строительства данного дома. Он будет вплотную прилегать к нашему дому и к детскому садику. Встреча в актовом зале администрации получилась не только шумной, но и продуктивной. Компромисс был найден. Глава Денцовского района обозначил свою позицию. Недопустимо за счет проблем переселенцев ухудшать условия жизни других. Наша задача основная, которую я вижу для себя лично и для администрации, найти земельные участки или такие возможности административные, чтобы поддержать компанию застройщика и дать им комфортные условия выполнить обязательства по переселению. Это основное, что я вынес с этой встречи. Помимо того, что мы еще раз подтвердили, стройки не будет. Чтобы учесть интересы всех жителей микрорайона, застройщику придется внести в проект существенные изменения и потратить немало времени на проведение определенных процедур. Для меня это сложный вопрос и тяжелый. Потому что мы готовились два года, а весь проект – это 90 лет. И по сути дела в одночасье мы сейчас теряем этот дом, а он был для того, чтобы веерное переселение было. Но, честно говоря, сейчас пока сложно все это обдумать. Я уже сейчас понимаю, что дома не будет и нужно какие-то варианты искать. А очень сложные, потому что вот эти 15 домов расселить в пятиэтажек и 8 бараков – сложно. Сейчас будем сидеть думать, но я пока не вижу конкретное, чтобы быстро предложить. Теперь компании-застройщику предстоит встретиться с жителями всех расселяемых домов микрорайона 6-6А, а также найти место под строительство корпуса 36, которое бы устроило все стороны конфликта. Анна Пряхина, Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Никто не строит.